Маленький Илюшка Знакомиться со взрослыми любит В доме ребенка ему приходится видеть Не так уж много разных лиц Каждый новый человек вызывает у него интерес Свои эмоции Илюша выражает Не только жестами Сейчас он пытается активно осваивать речь В лексиконе мальчика Появилось уже немало слогов Практиковать общение малышу Приходится чаще всего С неодушевленными предметами Любую игрушку, которую он взял Это или погремушка Или он подползает в музыкальные игрушки Он обязательно ее очень внимательно рассматривает Потом он с ней разговаривает Разговаривает Наверное, игрушки рассказывает О себе Или описывает эту игрушку Илья очень серьезный ребенок Он никогда не кричит и не скандалит Но если мальчик сыт Выспался и не болеет То он может позволить себе Более яркие эмоции Илюшка Ну-ка Ой-ой-ой Ой-ой-ой Да вернулся от тебя, Галь Ой-ой-ой Илюша с рождения не отличался крепким здоровьем Он пока еще не может вставать на ножки Малыш хорошо держит головку Переворачивается Сидит в манеже И все свои движения Илья осваивает с завидным упорством Ему, конечно, тяжело давалось ползание Но все равно он научился ползать Подползал к игрушке Стал более активный с ребятишками Сейчас вот он у нас Уже его интересуют дети С которыми он находится в манеже А вот на клавище нажимаем Нажимаем на клавище Так, а смотри какой паровоз Илюш Илюша Проблемы со здоровьем, кажется, воспитывают у малыша Крепость характера Воспитатели отмечают, что Илюшка часто ведет себя как взрослый И даже как будущий мужчина Я вот его люблю за то, что вот он такой терпеливый И такой вот И нас же здесь их много, да Но то, что он вытерпливает Вот поднимется у него температура Эти зубки болят Но он все равно как-то Ну, мне кажется, как взрослый терпит Но все равно, когда ты, например, корнишь детей Занимаешься другим ребенком И потом берешь его И вот он тут успокаивается Ну, не то, что он вот кричит Или еще Такой вот он терпеливый Как взрослый терпеливый Маленький, но очень терпеливый Илюша Каждое утро радуется приходу Елены Ярцевой Он чувствует любовь И, как умеет, отвечает взаимностью Когда у него появятся родители Малыш подарит свое детское тепло им А забота значимых взрослых Может быть, поставит малыша на ноги Ах, как хорошо На белом свете жить Вова всегда готов оказать помощь Например, он всегда приходит Людмила Евгеньевна, вам чем помочь? А давайте я у вас Вот уберусь Это любимое его занятие В принципе, да? А давайте я у вас порядок наведу Разложить по полочкам Убраться Навести порядок вот вообще в помещении Это вот любимое, как бы, Вове на занятии Это сюда все Так Так, сейчас Записочки влюбленные Твой труд уважают там некоторые, вот А некоторые нет Но все равно ты делаешь добро Ну, я не обижаюсь, что там кто-то мой труд не уважает Я просто там что-нибудь скажу ему А что, если заставить уважать себя с помощью силы? Спрашиваю Вову Предложение не встречает энтузиазма Вова говорит, что дерется крайне редко И предпочитает уладить дело миром При этом утверждение собственных позиций для Вовы крайне важно Есть у него такие моменты конфликтный ребенок Почему? Потому что он хочет, чтобы было, как он решил И как вот он поставил в группе, например То есть он может конфликтовать с детьми, если они не выполняют его требования То есть это такой вот лидер, который считает, что я в группе главный И вот все должны мне подчиняться Но при этом, я говорю, то есть он достаточно С ним можно найти общий язык, его можно разговорить Его можно увлечь любым, практически любым делом По правде у меня на рисунке мальчик, но у меня будет девочка Так, хорошо, дальше что здесь? Вот, здесь, короче, танк Вот, они вдвоем убили, ну, убили как бы самих себя Вот, этот стрельнул сюда им, а этот наоборот Вот сюда ему Вот, вот Ну, а тут дальше человечки, они готовятся уже в атаку идти Что отличает Вову от сверстников? Это богатейшая фантазия и творческий подход Все, за что он берется, мальчишка старается сделать ярче, дополнить Сиротская жизнь редко преподносит ему сюрпризы И Вова пытается разукрасить ее так, как умеет Буквально год назад он у нас участвовал в новогоднем утреннике И просто его вообще потом на бис вывели, как он играл роль зайчика Вот весь утренник, полтора часа, он выучил роль зайчика И великолепно ее драматизировал Супер дрифт, сейчас Сейчас будет супер дрифт В какую сторону легче? Если детский дом участвует в каких-то соревнованиях Вова непременно в команде Он катается на лыжах и коньках Занимается легкой атлетикой, играет в футбол А еще я люблю заниматься огородом У меня уже свой огород есть А что там у тебя есть в своем огороде? Я пока что посадил только укроп А не рано? Еще мне кажется холодно Укроп он будет расти Да? Агротехнические планы мальчика наполеоновские Он планирует вырастить картошку и капусту А еще экзотические деревья Я хочу апельсины вырастить А как ты думаешь, вырастут? Ну, не знаю Несмотря на увлечение, в будущем Вова не собирается быть Ни агрономом, ни садовником С детским домом они иногда ездят на каниферму И вот лошади притягивают мальчика магнитом Так что он планирует стать всадником Именно так он и выражается А чем тебя привлекают лошади? Что в них хорошее? Ну, они добрые бывают Бывают иногда злые Злые тоже бывают лошади? Ну, не злые, а как бы вредные Да? Как люди получаются? Ну, не как люди, просто они не хотят Например, вот моя Люся Вот Она вот когда, ну Когда хочет катать, когда не хочет Но зато на ней не попрыгаешь так же, как на ружике Вова очень увлекающийся ребенок Он и учиться любит Если у него что-то получается хорошо Вова может делать это до бесконечности Но если какое-то задание вызывает затруднение Возможно, негативная реакция Я устал, делать этого больше не буду Но эту Вовину проблему можно легко обойти Вот я, например, веду когда с ним занятия Я точно знаю, что однообразную деятельность Долго он делать не будет Не хочешь? Хорошо, давай вот это сейчас Ладно, давай вот это Сделали, давай вот это А давай теперь вернемся То есть, в принципе, он потом может вернуться К этой деятельности, которая вызвала бурю негативных эмоций И сделать ее Это авианосец? Да Да? Какой американский? Или наш? Наш А ты серьезный будешь или веселый? Отлично Солнце в небе, пятерки в тетради Все вызывает у Вовы хорошее настроение Но ему очень не хватает ласки Он пытается прижаться к воспитателю при каждой возможности Обязательно отметит красивую прическу или новую брошку Вова не говорит о том, как сильно ему нужна мама Но разве так уж сложно прочесть это в детском сердце? Солнце в небе Продолжение следует... Продолжение следует...